приятного времени препровождения с вами как всегда козел альпийский вдогонку к оркам вот так вот я покрасил тех которые были литые орки только литье и сегодня я покажу процесс лепки вот такого орка я честно говоря ну вот он вот тот который мы с вами лили в прошлом видео в предыдущем снимаю я сразу же ну как сразу вернее видео выйдет сразу так то я несколько дней пропустил пока красил от этих ребят пока готовился значит показываю процесс лепки он рассчитан на тех кто уже умеет лепить потому что это собственно не первый ролик поэтому то что я сейчас делаю я пояснять не стану потому что мне кажется дети детском саду и те знают как все это лепится становимся на ягодицы видите ну наверняка у многих людей есть ногти у меня ногти маленькие то я могу ногтем ему ягодицу сделать то есть как мы помним до задница у дикого орка это самое основное поэтому нужно постараться сделать ее максимально максимально естественный урок по лепке задниц на причем ладно бы каких-нибудь там человеческих да так именно орчих ну что ж поделать таков курс таков курс теперь вот мы развели лапы передние орку здесь можно слепить на бедренную повязку можно ничего не лепить я налеплю ему вот такой вот типа зубы и то ли костяная какая час фокус войдет то ли костяная какая-то бляха то ли тряпка не знаю по всякому это можно сделать как это лепится ну скатывается сфера сфера плющится приделывается корку здесь придается ей какой-то рельеф самый простой на первый раз сойдет теперь как делаются зубы слепляется веретенообразный объект с одного края веретенообразный объект другого края это у нас будут бивни вот эти крайние теперь еще два если хотите более детально можно постараться уместить три но я считаю что 2 у меня бы влезло 3 но я не хочу считаю что 2 достаточно теперь формуем их максимально кучно так управляем на бедренную повязку далее определяемся с объемом для этого берем зубочистку и вот там где орка должна быть может быть анус до вкручиваем зубочистку все орк у нас зафиксирован с вами можно продолжать придавать рельеф видите рельеф по идее можно делать ногтем потом у кого он есть да он у меня ногти ведь какие маленькие короткие это я как-то делаю рельеф я знаю что у людей вне зависимости от пола есть и большие ногти длинную так теперь определяемся с размером для этого берем к лак стоит стань страх преодолей определяемся с размерами то есть вот такая вот такой вот размер это примерно по вот так и пониже даже вот так такой размеру обычного арка если вы делаете для сороковника такого дикаря но хотите сделать и ноба ноба дикаря я не знаю честно говоря если фэнтезием фэнтезийных орков ваховских вообще но бы мне это неведомо да и как бы мне особо это не волнует захотел слепил но бы захотел не слепил далее формуем ему грудак ланда грудака дойдем сначала ему нужно о чем вот это держится сделаем ему повязку вот просто так спокойно наметили зубочисткой и дальше смотрите по настроению я здесь ничего не лепил то здесь у него такая задумка вот здесь вот видите сформовал в этой тушки здесь такая задумка что у него между складками шкуры тоненькая тоненькая нитка как у стрингов женских можете эту нитку как бы вторым слоем вот так вот вылепить давайте вылепим вот так а можно было ее не лепить в принципе теперь подрихтуем ему ягодицы придадим более такую форму ягодичную теперь просто чертим такой крест вновь закат озарил небеса словно кровью святого петра все сияет а крест на груди твои крест но в данном случае это не крестоносец у нас а орг поэтому как бы у него на груди не только крест но и такая булдыка бульба булдыка по всякому можно называть у говоришь на хорков шея такая в бок идет и на ней крепится голова зачем спросите вы я ее леплю чтобы можно было случае чего не только свои головы лепить но и приделать гвш на голову сделали эту булдыку вот у нас теперь немножечко рельефа и придадим можно сделать кадык вот он ну его на самом деле не видно я его срезаю но в принципе можно сделать так налепили гурдак теперь крестовые вот эти мышцы живота прижимаем сзади пальчиком теперь эти же мышцы продлеваем на ребра но это по желанию можно их продлевать на ребра можно не продлевать по всякому допустим вот на этой туши меня не продленные ребра видите работу этого орка не увидите продленную прям до до подмышек идет все ведь у нее здесь просто трусы то есть я ему ничего не лепил далее лапы как делать лапы я над этим бился долго для начала лепим ему ласты такие утины ну кто у так не держит те равняются на водолазов на вас ты водолазов уж спортивном магазине все были теперь делаем ему пятки для этого берем эту ластину и сплющиваем вот так если что-то непонятно пересмотрите этот момент еще раз благо это видео можно остановить перемотать можно скачать да не знаю как нужно что с ютуба можно скачивать внутри тоже мы делаем складки на ноге далее делаем ему коленную чашечку для этого ногтем ее форм форм форму им кого ногтя нет делаем вот так видите совершенно одинаково получилось можно с этой стороны еще сделать собственно вот это рельеф теперь здесь вот здесь вот могу некоторые названия забывать не помнить непростительно так теперь определяемся с длиной лапы вот у этого такая лапа длинная у этого лапа ведь совсем маленькие то есть здесь даже например они в грунт попали которым стоит миниатюра поэтому тут уже ну допустим вот так отделяем если вы делаете орка для сороковника я тоже слеплю как-нибудь на на запись орка для сороковника там проще там ботинки можно сделать далее прежде чем наносить пальцы ногу надо максимально сделать снова ластой чтобы я дальнейшем расшифрую для чего так теперь где щиколотки прижимаем фокусируйся он я щиколотка там прижимаем не надо ничего там прям сверх меры рихтовать и заглаживать это орг у них очень такая жесткая шкура поэтому все что окажется на модели все у вас сойдет за кожу далее вот вот миниатюру устанавливаем и вот так зажимаем указательным пальцем как будто нас стоит у вас на большом пальце можно на ноготь поставить мне проще так вот зубочистки берем тонкий самый кончик и формуем если вы предпочитаете делать четыре пальца вот как например волка лак у технологовского не зря здесь стоит то тут проще но у говоришь на хорков у них как бы по лору пять пальцев однако никто вам не запрещает сделать так как вы хотите давайте сделаем 5 1 1 3 4 сделаем 4 на метки так вот вдавливаем здесь 1 1 4 считаем пальцы 1 1 3 4 и 5 5 мизинец дальше вот так сверху вот видите получилась такая лапа далее что можно сделать еще вот я сейчас ровняю опять так вернули делаем стяжки делами и вены это все по желанию в принципе можно это вообще не делать миниатюра как я уже говорил может стоять в грунте в траве и в принципе над детальностью ног можно не заморачиваться вообще то есть по сути миниатюру мы уже слепили с вами далее здесь побольше раз плющим тоже у нас и 4 видите если не влезает можно на сторону перейти здесь попробуем вот так пробуем сразу мелкий у нее дефектный мизинец ну что поделать давайте попробуем переделать в конце концов то урок даже я давно она даже пластилином добавил так тоже можно делать никто же не запрещает правильно вот так вот еще пошире делаем снова я не тем концом делал замечательные так придавливаем ну вот теперь где щиколотки приминаем можно где пятка примять здесь кстати где пятка по моему плохо примем собрать страны так вот так вот в принципе можно попытаться еще когти ему здесь слепить для этого просто точки вот здесь ставим но это уже честно как здесь рельеф тоже честно говоря совсем лишние когти можно чисто нарисовать ему и так до рельеф спины видите вот здесь вот есть небольшой рельеф у 2 орка рельеф спины минимален эти вот здесь это от формы осталось надо будет почистить но похоже на позвоночник в принципе то есть можно просто но мы сейчас сделаем ему рельефчик вот так просто небольшой позвоночник и так в принципе орк готов тушка орка в следующем ролике слепим голову а сейчас с вами был козел альпийский новых встреч и сегодня всем пока